Управляющие компании будут работать по лицензии. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. По словам главы региона Марины Ковтун, современные управляющие компании ставят свои условия перед ресурсниками и власти. А такого быть не должно. По замыслам авторов проекта, изменения дисциплинируют коммунальщиков и вернут бразды правления в нужные руки. Но есть и противники нового закона, считающие его шагом назад. Подробнее далее. Закон о лицензировании управляющих компаний уже внесен на рассмотрение в Госдуму. По мнению чиновников, он позволит решить многие проблемы в управлении многоквартирными домами. Прежде всего, с рынка уйдут недобросовестные игроки, а у власти появится рычаг воздействия. Получается, хвост крутит собакой. И управляющие компании шантажируют таким образом власть. Мы должны реагировать. Первая реакция, я считаю, первая адекватная реакция, это разработка поправок к закону. Теперь за два грубых нарушения УК потеряет право хозяйничать в доме. А если жалобы продолжатся, так и вовсе могут лишить лицензии. Суровые меры дисциплинируют тех, кто пришел в коммунальный бизнес, лишь за собственной выгодой. Все, кто уже обсуждал, кто знаком с этим законопроектом, все до единого человека, никто не может сказать, что в таком виде его можно принимать. Конечно, он требует доработки. Там я уже не говорю о том, что есть технические вещи, которые просто не нашли своего отражения. Ну и ко всему прочему, в самой концепции подправить все-таки необходимость есть. Но некоторые считают новые правила даже слишком жестокими. В итоге тотальная зачистка среди коммунальщиков убьет конкуренцию, ради которой и затеяли реформу. Лицензирование убьет малый и средний бизнес. То есть обанкротить мелкую и среднюю управляющую компанию гораздо легче, чем крупную управляющую компанию. Поэтому мы считаем, что маленькие управляющие компании уйдут из сферы управления. Если уйдут маленькие и среднюю управляющие компании, то уменьшится конкуренция. То, чего мы добивались все эти годы, чтобы повысить конкуренцию в этой сфере, конкуренция уменьшится. А когда уменьшается конкуренция, то аксиома всегда возвращает стоимость данной услуги. Предложение о том, чтобы лицензия была либо бесплатной, либо условно бесплатной. То есть это то, что позволит маленькой управляющей компании точно так же получить лицензию, как и большую. То есть никакой зависимости от размеров тут фактически нет. Поэтому я не думаю, что это каким-то образом убьет рынок, а скорее приведет его в чувство. Сейчас в Мурманской области работает около 600 управляющих компаний. И у 75% из них есть долги перед ресурсниками. Над всеми ними нависла угроза. Предполагается, новый закон вступит в силу в сентябре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok